Топчуба Шефали Марданбек. 1888-1934. Топчуба Шефали Марданбек Аликпер Аглы родился в семье Бека. В 1888 году в городе окончил юридический факультет Петербургского университета. После занимался юридической практикой и журналистикой. Был гласным Бакинской городской думы. Работал редактором газет «Каспий», «Баку». Во время революции 1905-07 годов участвовал в работе первого Всероссийского мусульманского съезда. Август 1905 года, Нижний Новгород. На 2 январе 1906, Петербург и 3 август 1906. Нижний Новгород в мусульманских съездах избирался председателем ЦК партии. Итифак Аль-Муслемин, союз мусульман. Депутат Первой Государственной думы. Примыкал к левому крылу фракции «Народная воля». После февральской революции 1917 год выступал за сохранение единого российского государства и созыв учредительного собрания, ни в какие партии не вступал. С марта возглавлял Азербайджанский национальный комитет. Участвовал в работе Кавказского «Апрель», «Баку» и первого Всероссийского мусульманского «Май». Москва, съездов, на которых выступал за федеративное устройство России. Участник государственного совещания в Москве, август 1917 года. В речи от 15 августа высказался за «Почетный мир», без аннексии и контрибуции, на основе самоопределения народов, за «единение всех». Народности и установление контактов между ними, за «осуществление национально-культурной». Автономия, еще до учредительного собрания, но чтобы оно решило вопрос о федеративном устройстве. России, в вопросе об организации власти поддержал «коалиционный принцип», как единственно «правильный», а говоря о власти на местах, призвал временное правительство к «более активным» действием в деле фактического осуществления принципа децентрализации местного самоуправления, с «предоставлением всем местностям самой широкой самостоятельности в местных делах». Государственное совещание, строка. 186-187. Член Всероссийского учредительного собрания, а после его распуска – член Закавказского сейма. 10 февраля 26 мая 1918 года, но из-за болезни в его работе не участвовал. Входил во временный. Национальный совет Азербайджана, 27 мая 7 декабря 1917 года. После провозглашения Азербайджанской демократической республики Адер, 28 мая 1918 года ее. Чрезвычайный представитель в Грузинской демократической республике, затем в Турции. Находясь в Стамбуле, был назначен министром иностранных дел Адер, 6 октября 7 декабря 1918 года. Заочно был. Избран председателем Азербайджанского парламента, 7 декабря 1918 года. Возглавлял делегацию Адер на Парижской мирной конференции, март-декабрь 1919 года. После установления в Азербайджане советской власти, 28 апреля 1920 года, в эмиграции. Участник Генуэзской 1922 год и Лозаннской 1923 год. Конференции, на которых ставил вопрос о незаконной оккупации Азербайджана Красной армией. Скончался в Париже 8 ноября 1934 года.